Стиль, мужественность, непобедимость. Для выигрыша нужно не только сесть за ПК, а еще грамотно выбирать снаряжение. Старый прапор может пытаться втюхать тебе 9А91 за скромные гроши, а ты как ньюкампер поведешься после обнаружить, что пушка продается, а патроны нет. Ты не успел прокачаться еще до корон торговцев, а ходить не в обносках желания есть. Так что давай посмотрим, что же может себе позволить торговчанин на первых-вторых уровнях лояльности. Погнали! Оружие. Чтобы выигрывать, желательно соблюдать три условия. Пушка должна быть с автоматическим огнем. Отдача не должна быть слишком высокой, и чтобы на оружие можно было нацепить ЛЦУ. На первом прапоре под описание подходит только один претендент. Ксюха. Вы спросите, почему не Кедр, Клин, Витязь? В случае с Витязем для начала придется сделать второго оружейника, чтобы открыть цевьё от АК-100. Кедр и Клин можно дооборудовать крепления под ЛЦУ и прицелы, только открыв второго лыжника. И еще не будут доступны магазины на 30. На АКС же можно установить цевьё от Б-11. На него ЛЦУ ТБЛ, крышку, пилигрим и на неё уже МРС. Удобно, что если не поставил верстак, то всё это покупается у лыжника. Патроны берем ПРС либо УЗ, разницы нет, всё равно стрелять только в голову. Итого 60 тысяч. Еще интересный вариант это УЗИ. Продается на первом миротворце. На неё докупаем две плашки под прицел и ЛЦУ. И дособрав, получаем за 43К лазерган без отдачи. Патроны бери Гринтрассер. Стрелять чаще всего придется от бедра в голову. Скорострельность у этой УЗИ мизерная, потому я бы назвал её хреновой. Однако на первых уровнях пойдет. Если же пройдешь второго оружейника, то я советую лучше взять Витязь. Ему ставишь цевьё от АК-100, ТБЛ, рифленую крышку и МРС. У него будут доступны более вместительные магазины на 30 патронов и выше скорострельность. МП-5 тоже вариант. Даже крепление под прицел нам дали в доступ и магазины будут на 30 патронов. Однако мы не сможем подцепить ЛЦУ, что для меня большой минус. Как бы ни было тяжело, нужно уметь настоять на своем. Показать, что Альфа тут ты. Это моя посылка из прошлого. Но куда проще это делать, если противником будет только твоя жадность, а не вооруженный до зубов китаец. Тебе помогут регионы для фарма, что есть на бусте. Также там сотни сборок оружия, тонны гайдов и видео. А если купишь лучшие подписки, то получишь целый курс и личное обучение. Ссылка в описании. Если мы открыли второе торговцев, то наши руки немного распутываются. Во-первых, у миротворца становится доступен Дельтапоинт, который по моему вкусу более приятный прицел. На МП5 можно уже будет заменить цевьё на ПТР-3 рейл, на который уже крепим всё что хочется. Тактическую рукоять Бриер К4. Будет вариант даже купить сразу глушенную версию МП5 и прикрепить ЛЦУ на отдельный зацеп. Как альтернатива также появится МПХ, который будет стоить немного, но при этом чуть более скорострелен. Патроны можно брать по СТГЖ. Они чуть лучше по пробитию, но ими не так удобно попадать в голову от бедра. Кедр и клин можно нормально использовать. Во-первых, потому что появляется патрон ПБМ, а у него на минуточку 28 пробития, что всего лишь на 2 меньше, чем АП6.3, который открывается аж на третьем миротворце. Плюсом появляются магазины на 30, но это самое крепление под прицел и ЛЦУ. Я бы упомянул МП9, когда любители пожёстче, но нафига, когда добавили новую крутейшую УЗИ-Про, у которой 1075 скорострельность. Крепишь СБР приклад, ствол 240 мм, либо 210 без разницы, ЛЦУ и вуаля! Мега-тарахтелка за жалкие гроши. Мне она очень понравилась. Отдачи просто нет, эргономика безумная и всякие каски деда не спасут от града зелёного гороха, где вылетает 18 пульс за секунду. Из вариантов также есть Юмп с его безумным уроном на FMJ патроне. Также G36, на которую можно поставить и рукоять, и пресел, и ЛЦУ. Но патрон будет М856, что не особо хорошо, но в целом её скорострельность позволяет компенсировать этот момент. ВСК и 9А91 теперь есть смысл брать, ведь патрон SP5 становится доступным. Правда, крепление Б3 без третьего лыжника ты купить не сможешь, потому придётся смириться с отсутствием ЛЦУ, что для меня неприемлемо. По пушкам на этом в целом всё. Ещё, конечно, появляются варианты с полноразмерными АК, но я смысла не вижу, ведь есть АКСУ, которая дешевле и почти ничем не хуже. Броня и всё остальное. На первых торговцев вариантов немного, и, наверное, лучший это взять куракулон третьего класса защиты у прапора, иначе придётся либо брать второй класс, либо искать предметы на бартер. Наушники у лыжника забирай М32. Никаких ГСШ, поверь мне брат, побереги свои ушки. Шлем нам не положен. Каска Деда более не юзабельна, а ходить в унтаре – это кринж. Разгрузка – отличный вариант, это умка у Ейгеря, вместительная и зелёная, это же плюс, верно? Если Ейгерян не открыл, то у барахольщика ТВ-106, это самая выгодная по соотношению цена-вместительность. Сумка. Но тут всё сложно. Лучший доступный вариант – это трансформер на 9 клеточек, однако у скупщика можно словить дайпак. Лучше постарайся купить его. Рюкзак Дикого не бери, ибо он тяжёлый, но если вариантов нет, то бери. Коль открыл вторых торговцев, то, во-первых, у тебя уже должна быть барахолка, а значит бартерить это не кринж. Броня у барахольщика Флора, но можно выменять и ОТВ, и Тор. Шлем у второго прапора Ратник. Наушники можешь также носить М32, но если хочешь, переплати закам ТАК-2, они сейчас нормальны. Самая адекватная разрузка – Азимут. По рюкзакам я беру либо механизм, либо вертикальную сумку, она прикольная. Расходники. Касательно медицины, то тут ты заживёшь нормально, только когда сдашь первый газан медички. А до того момента тебе будут недоступны автоаптечки, и придётся ходить с цирками, которые даже не закроют малое кровотечение. Тогда придётся носить бинтики. Вместо С-марки рекомендую брать кат у миротворца, он быстрее останавливает кровоток. Как только сделаешь почтальона-печкина, у тебя появится возможность покупать заливу. Но даже если не сделаешь, то будут бартер на воду и на пейд, которые доступны уже на первом терапевте. С-мэс на первых торговцах не положено, её можно только графтить на первом медблоке, а вот купить можно будет только на втором уровне лояльности Ейре. Гранаты тебе позволено покупать только на втором прапоре. Пару слов про рефа. Если у тебя куплена арена, то даже не обязательно её особо играть. Достаточно просто зайти, и тебе там со старта дадут больше 100 гп монет. Если откроешь рефа, то сможешь сходу выменять себе ключницу, что очень полезно, а на остаток навыменивать себе брони, оружие, лампочек и так далее. Итого, в среднем, на первых торговцах матча с Ксюхой в коре-кулоне с М32 Дайпаки и ТВ-106, один рейд обойдется вам примерно в 170-180 тысяч. На вторых торговцах мини-узи, флора, М32, Азимут, Тейкдаун, Ратник это примерно 250 тысяч. Как-то так обстоят дела, если что поменяется, то я сообщу в своем ТГ, там вообще вся актуалочка появляется, заходи. На этом видео оканчивается, увидимся в следующем ролике, всего хорошего, пока-пока.